...то, что называют индивидуально шумно... ...два вторых идолевых сигналов... ...а это наш электрический канал... ...другой магнитный... ...один т.е. я, другой инь... ...и вот... ...мы работаем с этими каналами... ...существует множество практик... ...для того, чтобы поднять спиральную... ...неподуховную энергию... ...по позвоночнику до шишковины... ...для железы и достичь просветления сознания... ...разделено целое направление... ...братик... ...под названием... ...братик... ...и прежде чем приступить к таким практикам... ...человек тратит несколько лет на яму... ...яму и осады... ...прежде чем приступить к четвертому пранаяму... ...существует одна техника... ...заводля которой человек будет сразу... ...активировать... ...третье сзади срединых канала... ...выле чего... ...приназначенные осады... ...и на готовность... ...по этой пранаяме... ...для того, чтобы энергия... ...существует... ...существует... ...по низкому каналу... ...магнитному... ...но человеку будет пойти в психическое отводение... ...если энергия пойдет быстрее... ...по центральному каналу... ...существует... ...существует... ...ноущества... ...где того, что... ...сделать каналы чистыми... ...энергия поднималась... ...равноверно... ...одновременно по всем тьм каналам... ...и вот обычно... ...существует... ...наоса... ...много-много времени... ...так уж... ...были... ...ну и... ...есть определенное положение тела... ...и запечатывание... ...прибыль энергия самостоятельно... ...равноверно подниматься... ...сама себя синхронизировать... ...и выравнивать... ...ли-инфи- давно wholes, пред possess... ...з000уп... ... refusal б Perrin... ...посветления первые... ...три упражнения выполняются... ...высит чеслонах... ...благодаря... ...такому повышению когда наши... ...пятки... ...матираются... ...вскотичцы... ...мы активизируем... ...вниз... ...всесли шcott... ...и присутствуем... ...вести пин- SMX... ...цепранно-сердsam... ...плюс и минус... ...мы... ...активизируются три канала... ...всесли к высоте... Техника выполняется в ship... Второй гузик, если посмотреть слуху, наши пятки опираются, не бедимся. Вот когда наши пятки опираются, не бедимся, мы активируем вниз этих трех каналов. Второе. Наши центры ладонищи, лунные скутники, позамыкаем вверх к этих каналам. Вверх канал. До этого мы соприкасаемся кистями в таком положении, если кто-то помнит, доминирующая ближе к телу. А если кто-то помнит, в Якутии положение рук такое, либо кто-то помнит, да, светли славянские, это поза соединения двух миров. У внешнего космоса или внутреннего космоса. На сегодняшний день много говорится о чакрах, но в солнце унидывается только первая линейка энергетической системы. Вертикальная. Вертикальная осень. Есть еще и более глубокая. Тайная. Тайная – это горизонтальный канал. Горизонтальный. Горизонтальный. Вертикальная центральная стопа. На лагонях. В районе почек. Вот как раз ладонищи. В районе нашей круги. Средине с двух миром. И в полушарях моста. Это самое простое. Я не учусь в ладьерозе каменных. Их очень любят. Если взять всю энергетическую картину чакрального человека, то это несколько тысяч, порядка 72 тысячи. Вот это вот простая. Базовая вертикальная стержень. Основные и горизонтальные стержень. А еще сакральные. Сакральные образуются в местах пересечения основных вспомогательных. Первая точка пересечения. Это район пупка. Пупок это сакральная точка. Кольный синей энергетической системы. Удалось бы настолько оценить эту точку, что считает корнем дерева. А вся остальная это ствол дерева. Вторая сакральная. Пересечение лады ей. И нашло стойба. Это наша единая ямочка. Единая ямочка. Она отвечает за внутренний синтез. Дальше мы будем с ней наработать, ее практиковать. Фокусируясь на этой точке. У нас запускается внутри внутренняя алхимия. Когда организм начинает синтезировать. Все элементы что-то выделяют из энергии. Тело нужны белки. Она начинает из энергии синтезировать белки. Ей нужны аминокислоты. Ельки уходят в горы. Не берут с собой еду. Проводят там электрит. Как-то куда. И фокусируя внимание на этой точке. Когда проголодаясь, фокусируют самостоятельно. То есть это наш транспортатор. Наша вторая сакральная точка. И третья, третья сакральная точка. Мы ее, знаете, заправить не будем. А нам пока есть нужда. Это короневская чарта. Повторюсь. Ни коронная. Ни шестая. А между ними. Между ними. Пересекается в полушариях мозга. В полушариях мозга. В восходящем столбах. Между ними короневская чарта. Это наш экифис. Наш шишковидный женицой. Родничком. И шишковидный примерно обмак ушли. Два сантиметра ниже глубь тела. Короневская чарта. Экифис. Это короны всех наших эндокринных органов. Когда человек открывает эту точку, его способности, она 100-200 раз-то скрывается сильнее. И она отвечает за все. И вот. Нашему техникуму для совершенства. Мы как раз. В бриллиантовой позе сидим. Замкнули. Ни скотины пинговые смешины. В трех легких растениях. А в точке Луны. Мы замкнули вверх. И вот человек сидит. Такой спросит. И выполняет дальнейшие практики. Такого положения. Первые три практики выполняется от такого положения. Четвертое и пятое. Можно поместить положение одного. Почему эти техникуму называют приятной косой? Тело стоит крепче. И становится синим. Синим изнутри. Есть ли кто-то помнит? Раньше многие боевые искусства зашупровались в странах. Есть ли кто-то помнит на движение казаков? Когда они на пальчиков ходят, когда осталось, можно считать более ли. На пальчиках. Укрепляя пальцы. Пальцем, как я уже говорил, это корни. Укрепляя корни, тело крепнет изнутри. И точно так же здесь приятная поза. Когда мы сидим в приятном положении, тело начинает крепнуть изнутри. И из брачей. Железный манитет. Связан как раз с укреплением пальцев, ног на всех ходе, баллонках. Вплоть до подъемчика. Человек становится сильным, физически. И не покажет ему на антипсихе. И металла. Никая там война. Роздуха. И даже ничто не убит. И скорее он будет все отслеживать. Чисто здравого рассылка и смысла. Ничто бы не испытает. Это вот использование в шумуе. Все. Есть ритм путия. Ритм путия. То есть наше сверхсознание. И можно управлять, и стремиться к этому приблизу через два потока. Через два ритма. Первый ритм. Это ритм сознания. Второй ритм. Это ритм дыхание. Обычно сознание и дыхание сравнивают как титка с литкой. Как титку можно вытянуть за иголку, так и титку можно вытянуть за иголку. Когда человек занимается дыхательными практиками, а все дыхательные практики смеются к остановке естественного дыхания и дышать. И первым существует. То есть останавливается внутреннее дыхание, физически. Вот остановив дыхание. Через два алгоритма внутренних. Останавливается внутреннее дыхание. Человек усиляет посредине сознания. Пока есть первая, сорокая пасама. Перед ней возле пасама. И наоборот. Остановив христиан сознание, в начале изобретенного череда алгоритма, наше дыхание остановится. И вот эти два алгоритма управлять. Один влияет на другой. Все дыхательные практики предназначены к самосовершенствованию и сесть вне. И через физику подумать вверху. Довольное сознание. Работа с концентрацией на голову изнутри. И вверх оболонтела волки. Мы будем принять оба этих механизма и самосовершенствоваться как извне, к центру так высылка волки, достигая улыбовских результатов. И мы, к примеру, когда я взял картинку, представим, что это наша ось, наш центрально-вуховный канал. Это был очень обратный светильный канал. Она имеет несколько слоев. К примеру, я вот взял растерянное дерево. Вот еще даже растерянное дерево. Видно несколько слоев. Один. Второй. Третий. В середине. Центральный. Вот самый тонкий, и точнее, серебряные печени. Однажды еще оболочки. Эфирные. Остроенные теоретические. Эфирные. И вот каждая оболочка в окон канала связания срединного имеет определенные вибрации. Точно так же, как и проводный канал, мы поднимаемся вибрацией сознания. Вибрация сознания альфа. Это наша внешняя оболочка. Вибрация оболитов. Более глубокая оболочка. Тета. Частоты сознания. Более глубокая оболочка. И только частоты вибрации просветления чистого сознания это сама серебряная нить. То есть, когда мы занимаемся практиками по удержанию внимания концентрации, поднимаются наши вибрации, параллельно происходит прочищение сзади серединного канала. И наоборот, когда мы занимаемся встречательными практиками и занимаемся сзади серединным каналом, они прочищаются и влияют за собой на вибрации сознания. Эти точно так же начинают повышаться. Как сознание работает с телами, вместе с физическими, так и работает с телами, вместе с физическими. Могли едят на инновидации сознания, а могут едят на другую. И вот сами правдите. Наш язык. Это рычаг, который замыкает определенные каналы. Когда наш язык лежат в небо за зубами, мы активизируем передний серединный канал и задний серединный канал. Вот задний серединный канал в базовой вчатке промежности поднимается до межбровья. Когда мы с ним прислоняем к нему за зубами, мы замыкаем, и она переходит на передний серединный канал. Замыкает и встал внутый колб, в цепь. Микрокосмический орбит замыкается. Из три рычага. Первый рычаг за зубами активируем передний микрокосмическую орбиту. Второй рычаг. Когда мы языком вверх прижимаем мягкое небо, мы замыкаем и активируем духовный канал, который полизывает нас на сквозь. В середине. И есть еще третий замок. Язык, так называемый, петеча или мудра. Когда язык опускается назад. Мы стимулируем шишковидную железь в этом самом. Здесь будут выполняться два замка. Язык за зубами. Первый рычаг. И второй рычаг. Язык просто вверх. Разогреваем латунь. И один раз самовая герцунь. Завершаем. Итак, это последнее упражнение. Следнее необходимо перевести со временем пранаяму. Это наша упражнение. Стокопытешняя техника. Дыхание. Работа энергий. И подключается сюда еще раз со временем одна мантра. Так называемая хра. На ртухе ха. На ртухе ха. На ртухе ха. На ртухе ха. Здесь возобновится. Остана Измир. Я прослышал так называемые характерники духовные и вольные и обладающие определенные способности. И необходимые характерники. Вот открылись себе центр ха. Центр ха. Так вот, когда человек произносит переборационный звук РА, мы нагнетаем себе нисходящий поток снизу вверх. Когда мы произносим ХАРА, мы нагнетаем себе нисходящий поток снизу вверх. И вот ХАРА-ХАРА-ХАРА мы начинаем активно прорабатывать заднестердинный канал. И вот человек постепенно, доведя до автоматизма дыхание, вот я сейчас про пятую, последнюю партику, у него дыхание не отвлекается, дыхание его приспомстанное. Он начинает чувствовать энергию, она уже целиком от начала до конца проходит, нигде не теряется, не встречается сопротивление. Он потом укореняется в коже, добавляет себя вот в туман. На духе начинает ХАРА, на духе ХАРА, на духе ХАРА, на духе ХАРА. И так сильнее напитать свое самосовершенствование. Ментальное для себя. То есть очень. Экентрация спасна, не мешайте спасать. Итак, сначала о сознании, о роли сознания и о роли мировосприятия человека. Человек, по мере своего самосовершенствования, становления на духе, опирается на три способа мировосприятия. Первый способ мировосприятия основан на способности наших чувств, отданных чувств. Этим способом познания мира мы опираемся в свое Отечество. То есть наше сознание поздает на старое время через среднее обойтение ситуации активности. Из всего спектра, примеру, зрительный спектр, от инфракрасного света до утрофиолетового, Человек видит из маленького спектра. Из всего звукового спектра, от ультразвуков до ультразвуков. Человек точно так же видит. Без спектра большой мы видим лишь маленький спектр. В смысле, мы лишь маленький спектр. Есть животные, которого слышат гораздо глубже, дольше, чуть-чуть видят. И вот изначально мы опираемся на познание мира через свои органы пока еще ограничены. Пока еще ограничены. И вот это приказание познания на старое время, как и на старое средство Отечества. Дальше человек взрослеет. Переходим на второй способ познания мира. Это основан на способности гуманского интеллекта. Он получает информацию, разум анализирует, делает выводы и вкладывает это в багажник, в интеллект. И вот это второй способ познания мира. Одно. Сколько более ум не получал информацию с внешнего космоса, он все равно умирается на способности наших органов чувств. Зрение, обаяние, слух, осязание по принципу еще не идеальней, так как ограничено еще своим спектром восприятия. И вот есть такое выражение. Там, кто ищет самоопределение, рано или поздно заблудиться. Он развлекает помощники нам только на первых этапах становления. Дальше он становится нашими врагами. Что значит нашими врагами? Это когда человек начинает чувствовать энергию, но аж облом на план, что это не реально, что это не существует, начинает тянуть назад. И вот дальше человек переходит к третьему способу мира восприятия, основанному на чистом ясном сознании и сверхсознании. Прежде чем приступить к третьему виду, напомню, обиду на картинку, если кто-то видел, мне напомнилось это испугало гиды направления. Что здесь нарисованы? А условленная душа здесь в колеснице. Вот она. Здесь в колеснице материального тела. Колесница это, по сути, наше материальное тело. Разум держит кожа, кожа это ум, стремится укрепить свои чувства. И каждая лошадь это одно из третий чувств. Размерение, запах, слух, что-то сказать, артильность и вкус. И вот таким вот способом по гамеси у нас неукротимый разум, неукротимые лошади. Это первый способ познать мир, который вранцованный в наших чувствах. Потом укореняясь, возращивая лошадь, то есть в другом разуме теле, мы переходим к расширению своих органов чувств. В своем диапазоне. Откуда касса до утром перспектора. И вот через работу по гармонизации левого и правого полоса рябовска, мы начинаем расширять сверхсознание. Наше сверхсознание поднует пространство и время через... Его можно сказать, как сверхсознание заложено в комнате с пяти органами. Каждое одно – это наше органное чувство. Первое – это зрение, тактильность, слух, запах, обоняние, вкус. Все, как я уже говорил, эти органы чувств ограничены в своем диапазоне силы спинта. Наше органное чувство – какой-то ограниченный канал воспринимает. Первый уровень самосовершенствования поднует пространство и время через пять этих органов чувств. Второй – отключая способности ума, разума и интеллекта. И третий – это цель расширить органы чувств в своем диапазоне, как вверх, так и вниз. И вот третий способ познания – пространство и время. Это как раз просветление, то, что называется чистое сознание. Когда мы расширили свои органы чувств, и оно уже не ограничено этой комнатой. То есть мы уже начинаем видеться чистым взором напрямую своим сверхсознанием. Нам уже недостаточно смотреть на человека, он может находиться сзади. Но мы знаем, кто это мужчина, женщина, о чем он думает, о каком он состоит, на улице его обуви тела. То есть все, что обладает наше сверхсознание, становится нашим телом. Вот это третий способ познания Вселенной – высшего уровня – расширение сознания. И существует множество практик по расширению диапазона. Когда человек занимается концентрацией, мы как раз начинаем поднимать свои вибрации, расширять сознание. В наш сверхсознание сокровища дугает обнимание. И вот туда, где стремится внимание, там белое внимание, туда стремится энергия, куда стремится энергия, куда преливает кровь. Ну, пока не будем это акцентировать. То есть где внимание, то развивается. Если мы направляем внимание через, допустим, зрение, то развивается зрительный диапазон. От дыма спектра светового до утра светового. Если мы направляем внимание концентрации через слух, то развивается звуковой спектр. От дыма слуха по утра спектру. То есть то, куда мы направляем концентрацию, то развивается. Наша концентрация бывает как однонаправленная, когда мы направляем внимание через один канал, либо через зрение, либо через слух, либо через активность. Ощущаем тело изнутри, либо прочее, как пальцы. Это однонаправленная концентрация. Либо многонаправленная. И когда мы начинаем сразу направлять, либо через землю, либо через несколько каналов, одновременно либо слушаем и видим, либо, второй вариант, одновременно чувствуем свое тело и слушаем пространство вовне, то есть через розовый циркоканал. Тогда сразу развивается несколько диапазонов, как звуки ликвидирования, так и слуховой. Но есть одна законоверность. Можно раздать постепенно сразу многонаправленные концентрации силы или чувств, а можно развить один, но быстрее. И на пике его развития, оширения, сразу вспомнился все остальные и открываются. Достигает пика своего диапазона, своего оширения. Лучше всего движет внимание за то, что праздник будет в будущем уже изначально. Да, и есть тактички, есть розового, есть аудиалы. И цель со временем найти свой инструмент, который у нас лучше всего получается, и развивать его. Он будет находить технику концентрации спасса, это среднее звено, которое, не важно, как он, аудиал, тактичек, он будет полноценно развивать, кто он может быть. Вот среднюю практику. Есть, я покажу все варианты, все варианты. Мы изучим все. И средний, промежуточный, это концентрация спасса. Вот все практики делятся на два, на два класса. Первый уровень, это шаблоны, я их называю. В группе людей дается определенные практики одинаковые. Допустим, дыхательные практики. Дерево, жизнь, концентрация. Очень много практики, все выполняют на одинаковую эту практику. Аналома или лома, дышите, либо задержите дыхание. Вот это шаблонное. И с высшим уровень, когда человек подойдет стать индивидуально практикой. Одна и та же практика, например, одна и та же аналома или лома, либо концентрация. Но уже у каждого вы работаете по-другому. Одна и та же аналома. Одна и та же аналома. Мы будем заниматься вращающей синемией по одним каналам. Одного цвета, а другого. По другому столу другого цвета. То есть на высшим уровне подбираются техники индивидуально под каждого. И вот концентрация на высшим уровнях, она должна подбираться под каждого. Вот мы, я покажу все варианты. И вот как расширение сознания и концентрация опираются на объемность на энергии. Чем больше энергии, тем легче расширять сознание. Помимо этого, понимаемого, концентрация напрямую связана с полшарией в носе. Я специально взял такую картинку. Здесь выражена одна из самых больших ошибок и запустений. Какая? Большинство, большинство стремятся остановить внутренний диалог. То есть подарить левое полушарие мозга. Цель не подарить левое полушарие мозга, а гармонизировать его справа полушарие мозга. То есть, если у нас перекос вправо полушарие мозга. Допустим, он впереди, а разок сзади. Мы должны подтянуть разок, чтобы они стали в гармонии. И вот суть не избавиться от ума, а выразить его сразу. Сгармонизировать. Не уйти от права к левому. Или, наоборот, не уйти от левого права. А вы разок сзади в гармонию. И вот, чем гармоничнее синхронизировать, чем наши полушария мозга в гармонии, в гармонии тел, они активнее усилят нашу шисковидную железу. Чем активнее шисковидная железа, тем активнее дальше дает концентрация. Чем активнее концентрация, тем активнее развивается опять же телеза, взаимодействие. Все взаимосвязано. И вот, обычно, у человека есть синхронизация концентрации. Значит, у него есть либо недостаток в объеме жизни энергии, либо у него есть баланс в полушариях мозга. Вот, либо развивать полку не объема жизни энергии, либо гармонизировать полушария мозга, а еще лучше и то и другое. Тогда наша концентрация начинает идти активно. Что собой представляет концентрация? Вот, когда мы сводим на какой-то объект, на какой-то объект, и настолько у нас фокусированный, что из нашего пуля растворяется все остальное. Все остальное, значит, мы обладаем 100% фокусировкой внимания. Пока еще одна направленная фокусировка внимания, 100% внимания сюда, и ни одного процента внимания в другую сторону. Это хорошая, это сильная фокусировка внимания. У обычного человека с силой концентрации фокусировка внимания составляет в среднем 4-5 секунд. Через 4-5 секунд его посещает мысль и выбивает из практики, возвращает на поверхность. Все услышали, что деятельность головного мозга человека в среднем работает на 7-13%. Но есть и 100% работы головного мозга. Это когда абсолютная фокусировка внимания, абсолютная концентрация. Из того, что мы сидели в нашей концентрации, растут способности нашей мозговой деятельности, нашей способности. В случае в минуты, начиная концентрация, тем повышаясь активность, начнёт вибрация. Если его уже нарисовал, определенный левто, есть силы, а то, пластируйте внимание 2 минуты, ты начинаешь поддерживать концентрацию на протяжении примерно 2 минуты, на протяжении 2 минуты, 30 секунд его не отвлекся. Вот это вот начало, это так называемое начало пути. После этого вибрация расширения сознания начинает активно развивать нас. До таких двух минут концентрация самая тяжелая. То есть буквально через каждую секунду нас что-то отвлекает. На что-то там шел, а улица нас отвлек. Кто-то в нем пошел, телефон заседил, нас отвлек. Вот первые шаги, сормаль сложная, как любая чистка. Поднимается на поверхность плоти шлаки и токсины, потом с поверхности вычищается. В очистительность поднимается более в уровне уровня. Точно так сильно мы начинаем заниматься концентрацией, это чистка нашего подсоздания. На поверхности, из-под сознания, поднимается на уровень сознания, определенная мыслеформа. Внутренний диалог начинает первые шаги, наоборот, раскочегариваться, усиливаться. И вот первые шаги, в тот момент, чуть ли не за каждую секунду, наша констранция складывается. Потом секунды складываются в минуты, потом минуты складываются, и человек не замечает, как сидит очень-очень долго в констранстве. Первые шаги, самые тяжелые, как постоянно что-то нас отвлекает, убивает. И вот первая устойчивость, это две минуты. И есть конкурс, вы способны посидеть две минуты. И на причине двух минут мы не носили куда-то весь, мы достигли этого результата. Здесь именно нужно качество. Человек может просидеть час, и весь час о чем-то думать и размышлять. А может просидеть две минуты, и все две минуты быть сфокусированы. Именно две минуты будет в качестве гораздо лучше, чем он сейчас. Он просто потерял и постоянно чем-то думал. Именно здесь на тех пор условия качества. И решение, что вы можете спать. Для этого, наверное, я когда-то скажу, как-то. Это, наверное, хороший вопрос. Итак, следующий тур, 15 минут. Наше сверхсознание, подсознание и сознание. Когда мы достигаем 15 минут, ну, в случае фокусировки внимания, мы на секунду не отвлекаемся. Это то, что мы называем чистое сознание. А внутреннее дело полно-силоте. Останавливается. Ну, какова природа осмотренных в нее диалога? Мы не стремимся остановить внутреннее дело. Именно сила предъективности, сила концентрации вытесняет внутренний диалог. И вот когда человек достигает такой силы, токусировки внимания, концентрации, внутренний диалог, че сознание настолько чистое, концентральное, что внутренний диалог останавливается. И мы уже начинаем его использовать, когда нужно что-то проанализировать, и опять вернулись в чистое сознание. Сверчувствование, сверхвидение. Это то, что они называют Асальвакальфосоматхи. Риван. Индийский термилуи — это нирвана. Многие термилуи уже традиции называют это подсветление. Но это еще наиболее подсветление. И тридцать минут. Тридцать минут — это уже нирвакальфосоматхи, и святой мя, иди, и ноги, и Малайзи, и тайницких ситлов. Есть индийская литва Алинирвана. Это уже истинное подсветление, когда мы чисты и на уровне сознания, и на уровне подсознания, когда мы сверли со сверхразумом. Вот это уже высшее состояние чистоты. Вот, уважняясь в концентрации. И если здесь пора не нарисовать еще вибрации альфа-бэта, дельта, дельта, то это уже дельта, это дельта, а здесь и промежуточный. Без эффекта периферия. Инфагас, он будет радиолетово, потом синхрон с белым цветом, потом он наливается в золотный цвет. В принципе, уровень концентрации. То, что в идее, по-моему, было звать Диана, вот это как раз с этим и связано. Да, 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 совершенно верно. Это как раз устойчивость к бдительности. И вот человек должен настолько быть бдительным, что удерживать в своем присутствии тотально все бодрствующее состояние. Есть такое выражение. Вот точно так же, как в виде сего, он не бывает для обеда, он либо есть, либо его нет. Точно так же концентрация. Мы его в присутствии, либо мы практикуем, мы пытаемся быть в этом состоянии. Ужим. 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 Он сидит, 8 минут назад, что-то делает, и обычно его называет, он там медитацией занимается. Продолжение следует... 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 В среднем 80-30 минут, когда он достигает реализации тела света, он достигает первого категосоматки, он удержал это состояние, и у человека в высочной ситуации, человек остается в среднем 48-20 дней, потому что тело подваивалось и перешло в тело света. И обычный человек соприкасается с этим числым сознанием, между собой у них будет не наступание, а наступание. И вот он заплатно наполняется энергией на осудки, но обычного человека это специально скликает 2 секунды. Если у человека в этом аппарате мы способны сам уходить в это состояние, это в высшем желуде, и у коленей осудок. Каждый человек соприкасается на 2 секунды, перед словом, перед пробуждением, но занимаясь практиками, удержанием внимания, он способен этот уровень увеличивать. И по сути, чистое сознание это делает свет. Наша хара, сверхсознание, точка сингулярности, нулевая точка, из которой рассекается наша тароидальная структура, который, допустим, интересовался в Тесмо, создавал гибель, бесконечный гибель по приспособлению, высекаемой источникой энергии, тостерной боли, по принципу Тора. И вот Тор наблюдается во всех частицах, как на уровне атома, создательная структура, так на уровне человека, так на уровне галактики. Все вместо Тора, только раз на фронтальный гибель, и масштаб. Вот это Тора, это наше сверхсознание, ха, нулевая точка. Один в силу, это будет название, они вот в структуру называют точкой сингулярности. Вот когда я говорил, три потока элементы. Первый восходящий, второй нисходящий, третий трансцендентный. Тот поток, который порождает первые два. Вот как раз, нулевая точка, это тот и есть источник, который разворачивает вверх и вниз. Вверх и вниз, подходящий, нисходящий поток. И вот точно так же, как в семи сверхсознании, совокупности дают белый свет, а белый свет распадается на семи сверхсознании. Точно так же, все наши чадры и царства совокупности взять, они заведут в нулевую точку. То есть это и есть наше сверхсознание. Вот занимаясь концентрацией, помимо того, что происходит нашелезное сознание, на энергетическом уровне, это и есть активация, взращивание нашего родника силы. Повторюсь, это не чакра, это не донтьяне, это вот все, что вместо взятых дает. Вот как если вы взятите, допустим, терминологию, для того, чтобы влечить высказать мысли. Ноль порождает единицу, единица порождает тройку, тройка порождает тройку, а тройка порождает бесконечные тысячи. Вот тысяча это наша чакральная система, тройка это три наших царства, двойка это противоположные энергии, плюс-минус и ян, электрического магнитизма. Единица, единица это внимание, а ноль это свет познания, источник. Вот занимаясь концентрацией, как белым светом, не важно, какое у нас нарушение в какой палитре радуги. Единица, допустим, отстает красным светом, то есть физическое тело, занимаясь белым светом, мы потягиваем физику. Если у нас встает, допустим, эфирное тело, занимаясь концентрацией, мы потягиваем эфирное тело. То есть работая с корнями, все ветви и тонких наших тел, вместе с физическими, мы начинаем прорабатывать концентрацию. Это корни, как раз вспомнил, на вооружении антоковой бумаги. Путь концентрации, ну тогда он выражал путь цены, цены принимают на трех разных уровнях. Цены, да, на первом уровне понимается философия, допустим, цены, философия цены. Второй уровень понимания цены, это практика, концентрация. А третий уровень, это опыт абсолют, да, секретность космической реальности. Вот, допустим, слова интересные, как он говорил. Путь концентрации, это прямой путь самосовершенствования. Но это только для тех, у кого сильные корни. И многие третий, если поставим очень много на время, думая, что же намерут насильными корнями. Задумываясь для такого, что до сих пор в буддизме направлении Магаяр, возможно, вот Жараян и Киравады тоже, убеждены в том, что тело – это грязный мешок. Необходимо только медитировать, медитировать, обстреливаться, обширять сознание, а тело – это грязный мешок прям в дословное поражение. А именно в самом теле здоровый дух. Именно всё взаимосвязано. И вот как раз путь концентрации только для тех, у кого сильные корни, это как раз и есть. Тело, энергия, и тогда мы способны активно обширять сознание. И вот принцип, который я говорил в самом начале – расширение сознания опирается на путь жизненной энергии, а накопление жизненной энергии опирается на чистоты физического тела. Вот энергия и тело, и чистоты тела – это и есть те орды, на которые добирается концентрация. Мы привели поток, вот это вот удержание внимания. Это обстоятельность. Когда у нас сознание и сверхсознание, морским резонансом, между ними возникает связь и негативная устойчивость. К примеру, вот эта вот моя рука – это моё сознание. Моё включение – это сверхсознание, между ними ценность и долга. Вот постоянно оптичность, на том числе постоянной оптиченности, они начинают падение резонанс, между ними поток энергии, который это всё транспормирует. Вот ценность – это неприемная как раз связь. Сознание и сверхсознание. Когда мы становимся наше «я» и ритуальное, становится с «я» коллективным, как одно целое. Вот эти космосы внешне сливаются в одно целое. Вот это как раз и есть ценность. Цельное самое совершенное – это когда человек приобрел эту ценность, неприемную как раз эту связь. Тотальная убедительность. И в бодрство они, если спит 8 лет, ну и тогда уже осознанное сновидение. Ну, осознанное сокращаться. И вот эта вот тотальная ценность, убедительность, царевая кальпосоматка, если человек укореняется, удерживается в этом, это порождает небо кальпосоматным телом. И вот, что касается нашего плечи. Он начал в сверхсознание, праве так называемое, можно сказать, урод. Это уровень немусиления, соответственно, как его там выше «я». И по мере укрепления, укорения, оно мотивирует, наше сверхсознание начинает мотивироваться. Доктор Дмитрий, это «я». Трехмерное пространство. И вот здесь сознание, все эти вот полки измерения, это наше подсознание, а это сверхсознание. И вот сверхсознание стремится рассеяться в тысячи направлениях, в тысячи направлениях. И вот пересдача нам сублимировать, удержать эту устойчивость мотивительности. Вот создание первого зрения шага. Она начинает материализоваться, формируя тела вокруг себя. Формируя одно тонкое тело, сначала душу, а потом одно тонкое тело, второе, тридцатьдесятое, 15-75 тысячи. Ну, к примеру, системы тел взять, простой гипот. И вот, а материализовалась самая плотность и тысячка тела. И первый путь идёт одлаготворение материи, когда необходимо не просто потерять тело опять на стиле просветления, вернулись огромно, без опыта, а именно одлаготворение материи. То, что мы сформировали вот у себя, одлаготворение. То есть, спатья вибрации тела до вибрации духа. И когда не будет резонанс, происходит вот то, что называется тело света, одлаготворение материи. И вот, первый путь, это материзация, когда наше сознание оплотняется в материю. А второе, это длаготворение, когда мы уже мотивируем, вспомированы, а длаготворяем, зачастую вибрации духа. Это уже есть тело света. Обычный человек достигает насветление, оборачивается назад. Я, это сравнение обычно, как человек пошёл, без загребания, с корзинкой, материзовался, и опять вернулся с этой корзинкой без опыта. То есть, те молодости, которые я нарабатывал, физическое скину, благость, я оставил эфирное, ментальное, психическое, но обороне даже этого не оставляет состоится только ментальное. На высшей воле мелодии правим наше Я, потом она делится, бесконечное длечение вниз, вниз-вниз, и здесь мы уже чувствуем себя разделёнными. И вот, расширяя сознание, мы обротворяем себя до себя, до этого состояния, и что происходит здесь, когда мы до себя тело света, у нас такая картинка, то я углово верю своим языком. Вот на этот порядок выталкиваем, и здесь формируется такая же матрица, такая же матрица и Вселенная расширяется. Бесконечное длечение обращения прав вниз, а бесконечное длечение просеет и вверх. На каком уровне разве мы бы не находились всегда будет степень выше. Поэтому это можно проходить всё в комфорте, в счастье, в благополучии, они через силу стуживают зной, через старания, стремятся куда, на первые вещи следующий уровень, именно в охлаждении. Именно в охлаждении, пока мы не получим тассудетность и сольёшься совсем у тебя. Но эта картина пока есть бывает. т.е. категория вверх и вниз. Трансидентности всё это уже существует. Когда мы занимаемся концентрацией, наши глаза тунныт в важную роль. То, куда мы сходим во время концентрации напрямую включает наш энергетический потенциал определённый. Его зрение обычно может быть в трёх направлениях либо вперёд, либо вверх, либо вниз. когда мы занимаемся практиками одиннадцатый взгляд направлен в зелёный вниз, а телевизор ввышное движение. Когда мы смотрим вперёд, мяча не поднимается в головне грудного отдела. Вверх, в головне кровавого. если кто-то видел прачи дзоцин, верхняя концентрация допустим положение дзоцена печать расширения с узнами 24-й вниз. А взгляд направлен по 45 градусов. Это как раз энергетическое нагнетание на более током плане. что происходит в состоянии состоянии в глаз. Парачи вы должны применять концентрация спас. Парачи направленные. Свет обращается чувствовать одновременно тело изнутри и одновременно слушать в волне. Держим внимание то и обостряется. У человека внимание постоянно в верхней части. А в верхней части это обостряется внутри тела усиливает. Есть маленький секрет. Когда мы переносим внимание на низкий уровень например на подушку либо на центр стоп внутренний телок начинает затихать. Поднимаем вверх покусируется внутри тела оно обостряется. Опускаем замедляется. Через точку при фокусировке внимания тянули телок стремится затихать. Это первое. Человек использует такой механизм. Ощущает свои стопы изнутри либо центр стоп и поразительно слушается. Мы держим эти самые два космоса внутренний и внешний. Когда мы держим две точки при фокусировке когда мы концентрируемся на двух точках они начинают объединяться между собой. Точно так же и здесь. Когда мы держим внутренний космос и внешний космос они начинают объединяться между собой. И тем самым это объединение расширение сознания происходит максимально быстро и активно. в практике констанция способом подъезда есть два уровня. Первый уровень концентрируется на стопах и параллельно слушается во мне. Это первый уровень. И второй уровень когда его силу длительности настолько высока что он способен первое ощущать тело изнутри полностью не только на стопах но абсолютно все тело изнутри. и опять точно так же слушается тело изнутри и вслушивание первое два стопы и вслушивание а второе это все тело изнутри и то же самое вслушивание внутренний космос и внешний космос. А до начала человек может закрывать глаза для того чтобы не отдикали его внешние партнеры. Но со временем когда человек приобретает силу бдительности надо переходить со скрытыми глазами чтобы даже внешние партнеры нас не отвлекали. Это обычно можно сказать как все кричат. Сначала лучше совращать автору руку в сторону потом мяч подкидывает у него получается подключает ногу увеличивать точку динамики координации. Точно так же когда мы усиливаем точку внимания однонаправленная уже слушаем и чувствуем мы усиливаем себе задачу динамики не птички и он со временем за две часы открытые глаза на обратно они должны вообще когда человек полностью расслаблен на ветку горизонт скрип закрытые глаза остается не только касается этого плана. по мере расширения сознания мы начнем слышать и кое-что чувствовать так называемое движение нашего поля есть три уровня слышания активности внутренних процессов первый уровень когда мы начинаем слышать камалину писк ушах второй уровень это как будто мы находимся в транспордаторной лодке и в третьем уровне настолько высокая скорость вибрации поля вокруг нас что это разводки складываются по импонии тональности нам кажется что мантры либо хоровое пение либо классическая музыка если кто-то занимался спирическим направлением слышал такие выражения как меркаба меркана меркива вторая тайна подниму нашего фора есть осяги лифики определенных геометрических натяжений и вот взять допустим меркаба два триугольника один другом они вращаются вокруг нас и вот обычные эзотертики начинают визуализировать как он вращается одну меркабу в одну сторону вторую другую а третья стоит на месте вот один из вариантов это меркабы точно так же как и центр фора это наше сверхсознание занимаясь концентрацией мы уже начинаем раскручивать эти поля они начинают обостряться есть два таких направления как когда мы визуализируем что наше поле раскручивается это все равно что здесь карусель мотнуть она раскачивается мы перестаем ее поддерживать мотать она все время останавливается 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 но в центре этой карусели есть двигатель ося вращения как раз это сверхсознание занимаясь той же самой все подобные картины изменения в телах происходящие были переходы на внешние питания мы ведемся к этой тематике сейчас перед тем как начать практику концентрации сделаем дыхание спас и перейдем концентрации спас только занимаясь врачей медитации и кто запускал вручил на вручную 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 медитацию сожжать в основном в петли вручную 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 кайф директор предназначена для активации сознания так членом если человеком без звания при чувствовании информации раскачиваем силу вручную а вручную вручную культом впор упала весна на стоящем и выпала и грижная все ведутся вручную ступень Вручную Смолочку вручную что же резкий р и плавный угол над то есть фокусируемся на солнечном светении зелёныйthis плавныеproducts через нос потом резкий угол через нос и плавные выгод через нос Итак, перераз. Полное фокусирование внимания на солнце. Тень и зеленый свет. После того, как мы это продышали, переносим внимание на кончик. На самом поле цвета. Дышим то же самое. Главный вдох через нос. Главный выдох через нос. Главный выдох через нос. Главный выдох через нос. И то же самое. Дышим то же самое. Дышим то же самое. Плавный вдох, плавный выдох. Резкий вдох, плавный выдох. И так три раза. И вот один круг. Первая точка, вторая точка, третья точка. Зеленый, золотой, золотой. Дышим то же самое. Плавный вдох. Плавный выдох. Резкий вдох. Плавный выдох через нос. Потом то же самое. Главный выдох через нос. Самое главное при наших ударах. Первая остатка. Главный расслабленный. Третье состояние любви и благости. И уже на это играется практика. Обычно эти практики выполняют перед тем. Если нам нужно либо оцениваться концентрацией глубокой интеллектуальной деятельности. Либо, допустим, о характере с переборевыми выдохами. В ходе состояния чистотной ясности. Те направления, которые нам нужно пассировать свой сознание, применяя стригами спаса. Мы сейчас сделаем обновленную концентрацию спаса. Все промыслы. Ну, и дальше звук. Ну, и дальше звук. Продолжение следует... 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 Все практики, все практики, дышание, практика, голодание, это тоже практика. У всех практик есть одно единственное золотое правило. Как яд малых дозы строится лекарством, а лекарством больших дозах становится ядом. И вот для того, чтобы это держать, сочетает такая осознанность, которая в внутреннем состоянии тела. Есть еще и во время выполнения практики любой давлением вещественной. Чувствую, что у меня дискомфорт, это сигнал тела, что я не справляюсь, давайте остановимся. Если комфорт, влагость, тогда тело еще желает. И вот человеку в любой практике, когда держится внутреннее состояние. Выполнить продукт комфортности, с удовольствием очень хорошо, когда он находится в любой практике в третьем предлательном состоянии любви и счастья. То есть, когда человек находится в третьем предлательном состоянии, вообще какая эмоция у человека есть? Он занимается практикой, если вы эмоция в нем возрастает. Если ему радость, будет радость возрастает. Если ещеус нейтральность, будет нейтральность возрастает. Если волнение, то узоростать. Это абсолютную практику. Поэтому первое. Обязательно третий фундарень. Любая практика, она будет порождать. И концоль за внутренним состоянием. Если будет меняться, это третий фундарень. Какой техenschет он, его низком ухдо. Это сигнал анстр somber cmc. Тогда вот этот яд полотоза в гиганты к вам и начинает перевисать в гигантскую площадь в гиганты. И вот единственное правило для контроля от этих удалений. Допустим к любым практикам, к любым системам. И сейчас наша теоретическая часть. Переход на деталь. Таранцевать таранцевать рыбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А, ну и сохраним, да? Ну, допустим. Понятно. Продолжение следует. Семьдесят шесть, да. Всё на сегодня.